Клубом московых железнодорожников в московской лизанской дистанции, а потом просто центральный клуб железнодорожников. На протяжении длительного периода времени, с 1913 по 1940 год, весь этот комплекс и вокзал, и клуба строил Алексей Викторович Щусев. Щусев личность уникальная в каком смысле? Начинал в эпоху эклектики. Известность приобрел в эпоху модерна. Но в Москве одна из первых храмовых цикловных построек стиля модерн, это ансамбль Марфа-Мариинской обители на Большой Ордынке. Строил Алексей Викторович Щусев. Не чувств, что он был и так называемого историзма, то есть в псевдо-русском стиле, но до сих пор спорят. Вот читает ли Казанский вокзал стилизацией под казанское и рязанское зодчества, характерные для модерна, или же все-таки это вот стиль, который ближе к эклектике. Профессор Маклакова, ныне, к сожалению, покойная, в своем двухдомнике нашла изящный выход с положения. Она вот стиль, в котором создан Казанский вокзал, назвала просто историзм. А там хотите, считайте эклектикой, хотите, считайте модерном, это вашим. Надо сказать, что, в принципе, вот на этом месте еще с 62-го года, 19-го века, Рязанский вокзал существовал, но в архитектурном отношении была совершенно рядовая неказистая постройка. Щусев задумал именно здание-символ. Поскольку Рязанскую дорогу к этому времени, к началу 20-го века, дотянули уже до столицы нынешнего Татарстана, то и их смысловая ось всей композиции, она воспроизводила на одну из башен Казанского Кремля, башню Сюенбеки. Вот эта ярусная, шатровым верхом постройка, она и вынесена в угол Казанского вокзала, как смысловая ось. Надо сказать, что Жантовский был частью, по тема, начала 20-го века, и очень хорошее отношение поддерживал не только с коллегами по цеху, с архитекторами, но и с художниками, с культорами, даже с композиторами. Со Скрябином было в очень хороших отношениях. И для оформления интерьеров Казанского вокзала, Чусев пригласил не кого-нибудь, а Николая Рериха. Сумел привлечь братьев Кориных, тогда еще очень молодых, и Лонцерер с его майориками Панно. Ну, кстати, не только в здании Казанского вокзала, но и станция метро Комсомольская, общее руководство и радиальной, и кольцевой отделкой, и проектировкой, и радиальной кольцевой станции осуществлял Чусев, хотя практическую работу вел Чичулин. И вот майорик Панно, строителем московского метрополитена, единственной, кстати, в подземке, это тоже работало в царе приглашенного Чусева. Особенно декоративен зал вокзального ресторана. Вот так как раз сразу полдюжины очень известных живописств начала 20 века, то приглашения Чусева отметились. Что касается клуба, по завершенным был к 25-му году, и это одно из четырех мест в Москве, которые связывают с событием, которое легло в основу романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Собственно, Илья Ильф и Евгений Петров как раз во второй половине 20-х годов пишут этот роман, и им хорошо было известно, реально имевшее место происшествие, когда был обнаружен в мебели спрятанный во время революции клад, часть из которого потом подшла на строительство рабочего клуба. Ну, насколько оправданно в отношении клуба железнодорожников, судить сложно, хотя вот обнаружение клуба в постеволюционный период было не таким уж редким делом. Реквизиции, обыски понуждали людей припрятывать ценные вещи, как знатных, ну, Феликс Юсуп, например, так и просто более-менее состоятельных обывателей. Известно, что на самом деле на львиную толю расходов по строительству дворца железнодорожников понес на наркомат путей сообщения. В целом, все тот же набор выдающих сегмент художников и скульпторов, который работал с Чусевым по Казанскому вокзалу, он нашел применение и в оформлении обоих залов клуба железнодорожников. Постройка, безусловно, удачная и не случайно ее использование вот с 90-х годов в качестве театрального здания интерьеры вполне позволяют это сделать. Смысловым завершением всего ансамбля площади стало построено уже после войны Леонидом Поляковым в сотрудничестве с архитектором Борецким здание гостиницы Ленинградская. Надо сказать, что Поляков в какой-то степени может считаться учеником Чусева в равной степени, как и Ивана Фомина. И когда он работал, начал точнее работу над проектом гостиницы Ленинградская, то аванпроект, экспликации, он согласовал с Алексеем Викторовичем Чусевым. Чусев до 49-го года прожил, поэтому весь комплект документации по вот этой гостинице по высотке Чусев просмотрел, одобрил и в обосновании проекта написал, что безусловно вот новая эпоха, эпоха победившего в страшнейшей войне государства, стабильного, набирающего темпы в своем развитии, она требует в ансамбле площади трех вокзалов именно такой высотки. восклицательный знак своего рода. И Поляков, будучи специалистом по культовому церковному зодчеству, в интерьерах гостиницы Ленинградская воплотил принцип алтарной части православного храма. С одной стороны, это очень хорошо воспринимается, ты попадаешь действительно в огромный по объему, в огромное пространство. Со стороны площади удачно воспринимается силуэт гостиницы, но он закончил к 52-му эксплуатацию зданий в 53-м. В 51-м Олег Михайлович получил сталинскую премию за проект зданий гостиницы Ленинградская, а в 53-м скончался Сталин. В декабре 54-го состоялось второе всесоюзное совещание архитекторов и строителей, которое я вот сегодня упомянул, и Никита Сергеевич Хрущев на этом совещании буквально обрушился на сталинский ампир в целом и на Леонида Полякова в частности. Что это за здание? Это здание гостиницы? Ну, если это гостиница, то мы и объем здания должны посвятить этому назначению функциональному. То есть основное пространство гостиничные номера и должны занимать. А в здании выстроенном Поляковом гостиничные номера составляют чуть больше 20% от общего объема. То есть все остальное это рекреации, технические этажи, конструкция. То есть совершенно неэффективно спроектированное и выстроенное здание. Ну и просто критикой дело не ограничилось. Кто-то из присутствующих напомнил Никите Сергеевичу, что Поляков получил государственную премию, сталинскую премию за проект гостиницы. и тут Никита Сергеевич, как это с ним частенько случалось, впал в состояние полного неистовства. Как? Да его за такой проект судить надо, а ему сталинскую премию вернуть обратно государству. и Леонид Поляков действительно сталинскую премию до последней копейки вернул обратно в бюджет, что конечно было и стыдно, и несправедливо, но стыдно в первую очередь для государства, а не для Полякова. Но факт есть факт, премию как давали, так могли и забрать. То есть вот с гостиницей Ленинградской связана такая не очень приятная история сталинских высоток. Обратите внимание, что спустя опять-таки несколько десятилетий обрубанная Никитим Сергеевичем идея ярусной композиции высотного здания воспринята современными архитекторами. Ну он начало положил знаменитый триумф Палас на окраине Хатынского поля. Но вот за гостиницей Ленинградской мы видим современный административный корпус, хотя и без шатрового завершения, но воспроизводящий стилистику сталинских высоток. И вот дальше по садовому конце мастерская стопрана там тоже здание в такой же конфигурации, в такой же эстетике обозводят проезжаемые медведь. Ну вот здесь на углу паспекта Академика Сахарова и да, в принципе можно здесь вот здесь а можно здесь вот здесь где вам обратите внимание на подчеркнуто такой красно-кирпичный оттенок здания Наргонзема самое крупное в Москве и в России сооружение в стиле конструктивизм сейчас это Министерство сельского хозяйства в конце 20-х годов Алексей Игоревич Щусев строил его для Народного комиссариата земледелия ну прежде чем я продолжу могу у вас поинтересоваться вашей, так сказать, способностью и желанием выйти на свежий воздух в принципе здесь примерно в 300 метрах в конце Мясницкой улицы есть еще два замечательных образца конструктивизма один наш и один построенный упомянутым мною сегодня Ле Корбезье здание Центра Союза рассказать так или выйти показать ну тем более тогда идемте выйдем и